МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Преодолеть пространство и простор нам разом дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор. Это строчки известной советской песни. Но если о руках-крыльях можно говорить лишь метафорически, то сердце – это действительно мотор, который в силу возрастных изменений или какой-то патологии может давать сбои. Именно об этой проблеме мы сегодня и будем говорить в программе «Тело человека». А пока небольшая справка. Заболевания сердечно-сосудистой системы – основная причина смертности на планете и составляет по разным оценкам до 30%. Подавляющее большинство смертей являются последствием инсульта или инфаркта, который происходит в результате закупоривания сосудов и прекращения кровоснабжения сердца или головного мозга. Но сама группа сердечно-сосудистых заболеваний намного шире. Это тромбоз и эмболия, ревмокардит и ишемическая болезнь сердца и поражение периферических артерий. Как в этом разобраться? Что можно предотвратить, а в каких случаях обязательно обращаться к врачу? Об этом через несколько минут. Сегодня о нарушениях сердечного ритма мы будем говорить с заведующим кафедрой внутренних болезней номер 3 Гомельского государственного медицинского университета, доктором медицинских наук, профессором Дмитрием Паловичем Соливончиком. Здравствуйте. Добрый день. А помогать нам сегодня будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета Валерия Змушко и Ренат Беридзе. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Традиционно мы нашу программу начинаем с вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Первую операцию на работающем сердце долгое время считали невозможной и сравнивали с высадкой человека на Луну. Прошло время, на Луне человек побывал. И первая операция на работающем сердце была выполнена. А когда и кто это сделал? Это вопросы для вас. Ребят, для вас уже прозвучал первый вопрос. Можете готовить на него ответ. А мы пока начнем наш разговор. Дмитрий Палович, группа сердечно-сосудистых заболеваний – это очень большая группа. Сюда относят и врожденные какие-то патологии, врожденные пороки сердца. Это и заболевания сосудов. Но хотелось бы сегодня поговорить именно о ритме сердца, о заболеваниях, которые сопровождаются нарушением этого ритма. То есть тахикардия, аритмия – что это такое? Да, это очень важная, очень серьезная тема. Сердечно-сосудистая патология во всем мире является основной в плане смертности человека. И каждый из нас рождается с нормальным синусовым ритмом. Это значит, что ритм, который возникает в этом синусовом узле, постепенно распространяется по проводящей системе сердца, и все заканчивается сокращением желудочков. Эта кровь, она попадает в жизненно необходимые органы, распределяется по всему организму, и тогда все у нас протекает слаженно и хорошо. Ритмия, когда этот процесс нарушается, и вместо слаженной работы, как и какие-то части либо предсердия, либо желудочки, начинают работать не одновременно и неправильно. И в зависимости от того, какая ритмия, возникает большое количество разнообразных симптомов. А насколько часто встречается ритмия, и есть ли какие-то предпочтения по возрасту, по полу? Ритмия очень часто встречается у пожилых людей, и в принципе к 75 годам 75% пациентов, населения земного шара встречается с ритмией. Если говорить о молодом возрасте, то чаще всего либо это наследственная часть заболеваний, либо заболевания, которые человек приобретает, имея другую патологию. То есть ритмия – это всегда симптом какой-то болезни. Она крайне редко бывает как самостоятельное заболевание. И сложность ритмии заключается в том, что она дает чаще всего какие-то осложнения. Они иногда забирают жизнь у человека, а иногда бывают достаточно легко переносимыми. То есть ритмии бывают разные, я так понимаю. Какие бывают эти ритмии? Прежде всего для населения, и так как мы учим наших студентов в нашем вузе, ритмию мы должны делить на доброкачественное и злокачественное. Злокачественное – это те, при которых может падать артериальное давление, человек может погибнуть. Соответственно, и помощь должна быть достаточно немедленной, неотложной. А доброкачественное – когда давление не страдает, но страдает качество жизни. Когда человек плохо это переносит, и какая-то функция сердца, а потом и организма, утрачивает как бы стопроцентное свое предназначение. Поэтому в данной ситуации самое главное деление именно таковое. Второе деление, которое, если мы говорим про ритмию, мы должны понять, что наше сердце четырехкамерное, есть два предсердия и два желудочка. Значит, есть предсердные аритмии и, соответственно, желудочковые. Желудочковые всегда протекают тяжелее. Скажите, пожалуйста, как человек должен заподозрить, что у него началась аритмия? Ведь это очень важно. Чем раньше заподозришь, тем раньше начнется какие-то помощи оказывать. И исход, наверное, будет гораздо лучше, если это будет все своевременно. В аритмиях все делится на две части. Как в классификации, то есть всегда есть много-много перекрестков. Есть аритмия, которую человек никак не может заподозрить. И случайный поход, визит к врачу, который заканчивается ЭКГ-диагностикой, дает возможность нам этого узнать. Кстати, если говорить про ЭКГ, то это действительно самый рутинный, самый дешевый и самый простой метод выявления аритмии. И одновременно аритмия может быть клинически настолько выраженной, что человек не может ее пропустить мимо, потому что он слышит либо сердцебиение, либо какую-то боль, либо замирание, либо перебои. Поэтому к нам, приходя, человек чаще всего рассказывает один из этих симптомов, и мы уже понимаем, что мы имеем дело с аритмией. Дальше вы проводите какой-то определенный комплекс обследования для того, чтобы поставить этот диагноз. То есть мы уже услышали о том, что это кардиограмма. Что еще нужно будет пройти такому пациенту? Мы делим все аритмии на сердечные и несердечные. Что это значит? Сердечные – это та ситуация, когда заболевания сердца, либо сосудов, которые питают сердце, коронарных сосудов, имеют патологию. Тогда и лечить, соответственно, нужно сердце. И есть внесердечные, самые частые из них – это патология щитовидной железы во всех ее проявлениях, это заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно язвенная болезнь, патология легких, чем сложнее, тем больше. Ну и, конечно, эндокринная патология и кушерско-гинекологическая патология, которая дает иногда достаточно сложную для диагностики аритмии. И в этой ситуации, только пройдя весь перечень обследований, мы можем прийти к ситуации, что это сердечное, либо несердечное. Это очень важно, потому что лечить аритмию нужно не саму, прежде всего, а заболевание, которое приводит к этой аритмии. То есть так как от истоков нас учат в медицинских вузах, и такой подход, конечно, он чаще всего приводит к излечиванию этой аритмии. Кто-то хорошо чувствует у себя аритмию, а кто-то не очень. Есть ли какие-то простые приборы, которые бы помогли? Или, может быть, это просто элементарное прощупывание у себя пульса? То есть должен ли человек уметь у себя найти пульс? Ну, наверное, вопрос вообще очень, конечно, интересный и хороший. Дело в том, чтобы самому, как мы говорим, прощупать пульс, найти у себя пульс, нужно в это время еще и слушать свое сердце. То есть врач, делая эту процедуру, он видит разницу пульса, слышит разницу пульса. То есть у него в ушах есть ритм сердца, а на пульсе он с ним не совпадает. Поэтому доктор может обойтись и без кардиограммы, и действительно эту аритмию видеть. Сам человек чаще всего это определить себе не сможет. Кроме ЭКГ, потому что к ЭКГ отношения сегодня, что это очень просто, и оно малоинформативно. Нет. ЭКГ видит очень хорошо аритмии блокады, инфаркт миокарда, иногда тромбоэмболию легочную артерию. Это очень интересный метод, который мы не должны как бы упускать из виду. Что касается более детального разграничения аритмии, потому что аритмии самих безграничное количество. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что около 50 видов разных аритмий существует. Потому что для человека, для пациента, который не связан с медициной, у него аритмия, ведь ты, доктор, должен понять, какая. Это не так просто бывает. Так вот, чтобы разобраться, разобраться нужно, все аритмии очень интересны между собой. Мы, кстати, на нашей кафедре на сегодняшний день разработали такое понятие «паспорт аритмии». Когда мы доказываем студентам, что каждая аритмия хоть чем-то друг от друга отличается. Это очень важная вещь. И наиболее точным методом диагностики и рутинным сегодня стало холтеровское мониторирование. Это суточное, либо несколько дней подряд, так делают за рубежом, либо имплантируемое устройство, когда под кожу груди можно установить регистратор. И этот регистратор может стоять несколько лет. И они так называемые событийные регистраторы. Самое главное, я опять вернусь к злокачественности, либо доброкачественности аритмии. Такие регистраторы устанавливают сложным пациентам. Если у них упадет давление, связанное аритмией, он тут же сообщит об этом доктору и ближайшую станцию скорой помощи, как минимум. Так работает система за рубежом. В наших условиях. В наших условиях прежде всего это холтеровское мониторирование. И есть специальное устройство, так называемое электрофизиологическое исследование, когда сегодня мы можем практически любую аритмию вызвать искусственно и запечатлеть на пленке. То есть медицина, к примеру, Гомещина сегодня этим обладает. И даже самую сложную аритмию мы должны и можем отграничить. Ну и самым главным еще перекрестком, о котором я должен сегодня сказать, что аритмии сердечные, мы должны их делить, которые связаны с ишемией, когда сосуды, питающие сердце, снижен их диаметр за счет атеросклеротического процесса. И тогда нужно делать операции, о которых, наверное, сегодня будут говорить наши ребята, для того, чтобы спасти жизнь человеку. А есть аритмии, которые никак не связаны с проходимостью артерии, питающие сердце, а связаны с тем, что человек раньше перенес. К примеру, миокардит. Он переболел воспалением сердца. Его укусил клещ, и у него был тот же самый миокардит. Либо какие-то хронические, ревматические процессы, которые поразили, доказанно поразили сердце. И тогда эти процессы заканчиваются рубцом, если просто сказать. А рубец и нормальная ткань имеют разную электрофизиологическую проводимость. Между ними есть пробой. То есть не проходит электрический импульс через рубец. Да. И еще один очень важный момент. Мы рождаемся, и наше сердце настолько сложное. Кстати, кто-то из великих сказал, что сердце хрупкое, оно бьется. И в этой ситуации хочется сказать, что у нас есть около 8 типов основных клеток в сердце. И так как разные клетки имеют разную электропроводность, то у каждого человека априори может быть аритмия. Скажите, пожалуйста, ну а вот про фитнес-браслеты я хотела бы послушать. Может ли человек, особенно тот, кто склонен к аритмии, вот таким банальным способом у себя определить эту аритмию? Такое направление, конечно, наука и медицина давно взяла на вооружение. И на сегодняшний день появляются технологии, появляются браслеты, которые не просто могут показать пульс, а могут показать вот этот дефицит пульса. Так работают, кстати, этонометры, которые показывают почему-то два пульса или постоянно мигающее обозначение, что есть аритмия. Да, неинвазивные приборы сегодня есть. И я думаю, что очень много перспективного в плане обычных анализов, биохимических анализов и других вещей, которые на сегодняшний день будут в обычных браслетах. Это очень удобная технология для того, чтобы обратиться к врачу. Но она не заменит самого врача ни в коем случае. Дмитрий Павлович, перед тем, как подойти к лечению аритмии, я хотела бы прослушать ответы наших ребят на вопрос о том, кому принадлежит честь первой операции на открытом сердце. Кто будет отвечать? Я отвечу. Да, Ина. Первая операция на работающем сердце была выполнена в 1964 году профессором Ленинградского медуниверситета Василием Ивановичем Колесовым. Хирург оперировал на работающем сердце, что было очень-очень в то время удивительно. Такого до этого не делал никто ни в стране, ни в мире. Тем более, что больное место врач нашипал руками, так как оборудования для диагностики заболеваний тогда не было. Хирург выделил внутреннюю грудную артерию и подшил ее к коронарной, ниже места ее сужения, вызванной атеросклеротической бляшкой. Ток крови пошел в обход, а пациент был спасен от инфаркта. Таким образом, данный способ лечения, который был предложен Василием Ивановичем Колесовым, считается наиболее эффективным в настоящее время в медицине. Ирина, спасибо большое. С этого началась хирургия сердца. Ну, а если говорить об аритмиях, Дмитрий Павлович, лечение хирургической аритмии проводится ли оно? Единственное ли это лечение? И что может сегодня сделать врач? Я хочу, очень хорошо ответил наш сегодня студент, хочу немножко продолжить эту вещь и вернуться к делению аритмии, которые связаны с патологией коронарных сосудов и нет. То, что мы услышали, это на сегодняшний день называется мамарокоронарное шунтирование. Удивительная вещь, но эта артерия по своим свойствам, так как она обеспечивает молочную железу, если говорить о женщине, лактирующую железу, то есть ту, которая кормит ребенка, она практически никогда не поражается атеросклеротическим процессом. То есть вторая великая вещь профессора Колесева, она связана именно с тем, что он еще угадал с артерией, которую нужно подшить, вместо своей, которая забита вредным холестерином, если сказать очень просто. И на сегодняшний день чаще всего эти операции нужны. А вторая ее разновидность – это аорто-коронарное шунтирование. Когда маленький участок артерии или вены, взятый из тела человека, перешивается в аорту и ниже, опять же, места, в котором случилось сужение атеросклеротической бляшкой коронарной артерии. То есть все заключается в том, хватает питания сердцу или нет. Как только не хватает, возникает инфаркт. Инфаркт заканчивается рубцом. Рубец – чужеродная ткань с другим потенциалом действия. Возникает аритмия, очень тяжелая, потому что это желудочки. И в этой ситуации лечение ишемической природой аритмий очень хорошо в нашей стране и в Гомельском регионе лечится. Больше всего это кардиоцентр наш областной. Такими методами лечения, как стентирование коронарных артерий и шунтирование коронарных артерий, которым может быть аорта и мамара коронарным. Что касается других видов операции, на сегодняшний день они тоже представлены как в нашем регионе, так и в Минске, в РНПЦ кардиологии. Я буквально вчера в Брестской области консультировал такого пациента, когда у него 32 тысячи неправильных сокращений сердца возникло за сутки. То есть я хочу напомнить, что наше сердце приблизительно 100 тысяч ударов делает в сутки, 32 тысячи – это были желудочковые аритмии. То есть человеку угрожаем в плане гибели. И в этой ситуации у него абсолютно проходимый… Он делал коронарографию диагностическую для того, чтобы выявить, поражены ли коронарные артерии, питающие сердце. Они у него абсолютно проходимы. Вывод – у него есть другое поражение сердца, либо несердечная причина аритмии. Он обследован, и у него выявлен миокардит. Миокардит, который закончился воспалением ткани. Он когда-то спас трех рыбаков, то есть ценой практически собственного здоровья. Вытянул уже без сознания из воды, нырял под воду, и очень сильно сам перемерз, и потом перенес миокардит. И сегодня вот эти измененные рубцовые участки сердца, они дают ему выраженную аритмию. Так вот, методы нового лечения, которые есть в нашей стране, позволяют сделать диагностику, и как полярное сияние видно, как электрическо-магнитное поле идет по всему сердцу, по проводящей системе. Если оно идет красиво, значит, все клетки проводят электричество одинаково. Если где-то это поле нарушается, значит, эта зона проводит электричество неверно. И тогда другой вид операции, который делают в нашей стране, и очень неплохо делают, надо отдать должное, называется аблацией. Аблацией именно тех участков, которые дают вот эту сверхпроводимость, или неправильную проводимость. То есть прижигание, другими словами, этих участков, да? Проще сказать прижигание. И на сегодняшний день этот метод достаточно неплохо. А в некоторых случаях он единственный, который позволяет значимо уменьшить, а иногда и полностью исключить аритмию. Ребята, у нас есть еще один для вас вопрос. Он уже готов. Внимание на экран. В свое время великий медик Гиппократ сказал, мы есть то, что мы едим. Согласно его учению, при сбалансированном питании организм работает правильно, так как он формируется из тех элементов, которые в него поступают, приобретая их свойства. А какие продукты любит наше сердце? Это вопрос для вас. Второй вопрос прозвучал. Готовьте на него пока ответ. А мы продолжим наш разговор. Мы поговорили о хирургическом лечении. А есть ли еще какие-то другие методы лечения, кроме хирургического аритмии? У аритмии есть самый главный метод лечения, не медикаментозный. Дело в том, что мы уже говорили о том, что аритмия – это следствие какой-то проблемы. И чаще всего эта проблема связана в условиях, в которых живет человек, связана с образом его жизни, с его питанием и его движением. Если говорить об ишемических аритмиях, то, что мы на протяжении всей передачи обсуждаем, то есть сужение просвета коронарных артерий, питающих сердце, то чаще всего здесь проблема очень проста. Человек съедает больше, чем тратит калории во время рабочего дня. Как это выявить? Чаще всего это полный человек. И образ жизни в данной ситуации никогда не поздно начать ходить 50 метров, 70 метров, 100 метров. У меня есть пациенты, которыми наши ведущие академики страны говорили о том, что вытащить их не удастся. Вот 20 лет они уже живут. Начиная с 20 метров, у меня 2 человека сегодня ходят 20 километров в день. И они ногами, то есть по диагнозу, у них целый лист А4 диагноза, и кажется, что этот человек жить не должен. И вот эта модификация образа жизни им помогла прежде всего? Именно неминекоментозное лечение прежде всего. Потому что мы пытаемся вернуть в норму то, из чего нарушение произошло. Прежде чем человек заболел ишемической болезнью сердца, лет 20, его организм испытывал перегрузку чем-то неправильным питанием, не хватало движения, гиподинамия, еще что-то. А потом он уже в одну секунду стал больным. А кроме, если говорить, еще избыточного веса, другие факторы образа жизни? Другие факторы – это, конечно, сидячий образ жизни прежде всего. Если мы говорим про аритмию, то, конечно, питание. То есть если человек кушает несбалансированно, неверно, если он наедается, к примеру, только вечером, часто как бывает? Утром некогда, днем занят, а вечером пришел, съел тазик. И как съел тазик, сразу же надо переработаться. А уже в ночь человек никуда не идет. И получается избыток калорий – это наш запас энергии. То есть мы кушаем ради того, чтобы энергию потратить сейчас сразу. И жировая ткань потом, когда нам нужно будет выполнить какую-то работу. А если человек сидит, сейчас сразу он потратил, а вот это все остальное. Дмитрий Павлович, ну а токсическое влияние алкоголя, курения? Это отдельные темы. Курение, наверное, хуже, чем курение. Наверное, курение даже хуже, чем алкоголь. Несколько раз. Человек, который курит, если бы у него осложнение наступало в первую, когда он выкурит первую пачку, это было бы самое золотое. Надо какой-то такой, наверное, метод и придумать. Чтобы он выкурил первую пачку, ему стало плохо. Дело в том, что хуже, чем курение, на сегодняшний день нет возможности, нет ни одного такого фактора риска. Алкоголь здесь вопрос другой. То есть мы не говорим о людях, которые деградировали, и которые, у них это единственное и питание, и лекарство, это алкоголь, который они покупают. Алкоголь в малых дозах, то, что наше население не совсем правильно понимает, малая доза – это 30 мл алкоголя, к примеру, раз или два раза в неделю. Это столько никто не употребляет. Она считается полезным, если человек в течение всей жизни вот эту небольшую часть алкоголя употребляет. Но не по сути пользы от самого алкоголя, а реакции организма. То есть любая доза алкоголя, она вредна, даже 5 мл. Но защитная реакция на эту дозу организма, она позволяет некий включить защитный механизм. Поэтому алкоголь – это тоже очень плохо. И последнее, чем я закончу, в прошлом году закончилось очень интересное исследование международное под названием ишемия, в которой боролись две стратегии. Хирурги, любые виды операций, против врачей общей практики, которые лечили всего лишь вес, давление, глюкозу и курение. И оказалось, что только 40% человек под достаточно бдительным наблюдением врачей смогли вот эти вещи привести в порядок. Так вот, даже с 60% неприведенными в порядок ВОПы не проиграли хирургам. Поэтому сегодня считается, что если лечить человека, то нужно с того, с чего он заболел. С питания, движения, вредных привычек и образа жизни. И я как раз предлагаю сейчас послушать ответ наших ребят о том, какие же продукты питания полезны для работы нашего сердца. Лера, пожалуйста. Для хорошей работы сердца необходим целый комплекс микроэлементов, но особенно нужен калий, потому что он обладает стимулирующим действием, а также улучшает проводящую функцию сердечной мышцы. Калием у нас богат молодой картофель, особенно его кожура, то есть поэтому нужно его есть в мундире. Бананы, курага и авокадо. Регулярное употребление оливкового масла это хорошая профилактика инфарктов и инсультов, поскольку оно обладает уникальной способностью расщеплять холестериновые бляшки. Также следует включить в меню имбирь, поскольку он снижает количество спазмов при головных болях и гипертонии, а также стимулирует кровообращение. Шпинат обладает функцией разжижения крови. Горький шоколад, во-первых, он увеличивает приток крови к головному мозгу и снижает уровень холестерина. Но здесь, конечно, чем выше процент какао-бобов в шоколаде, тем лучше. И яблоки. Регулярное их употребление снижает риск возникновения ишемической болезни сердца, а также они содержат большое количество пектина. Это растворимая клетчатка, которая также помогает снизить уровень холестерина в крови. Ну что же, мы получили от Леры рекомендации по питанию. Дмитрий Павлович, а в конце передачи я все-таки хочу от вас, как от доктора-кардиолога, от человека, который непосредственно занимается пациентами с ритмиями, рекомендации для наших телезрителей. Самая главная рекомендация, еще раз, я, наверное, возьму опыт наших зарубежных коллег, в том, что здоровый образ жизни должен приходить в каждой семье от родителей к детям. Здесь больше всех постарались скандинавы и профессор Пека Пуска, который 30 лет назад предложил концепцию финнам, когда можно использовать правильное питание и увеличить движение для того, чтобы добиться вот этого уравновешенного метаболизма. Сегодня финны вторые после Японии по продолжительности жизни. Второй очень важный момент, то, что, то есть, откуда должны родители уже узнать, да, то есть, если детей не научить, им надо откуда-то узнать. Это, конечно, средства массовой информации, в том числе ваша передача, в том, что, что же вызывает эти проблемы. То есть, опять же, это те же факторы риска и уже заболевания. Артериальная гипертензия. Сегодня половина мерцательной аритмии – это пациенты с высоким давлением. Приведи в порядок артериальную гипертензию, и ты полечил аритмию. Это сахарный диабет, который правильно нужно лечить, и повышенная масса тела. И, конечно, ишемическая болезнь сердца. Поэтому мы должны понимать, что, предотвратив развитие основных сердечно-сосудистых заболеваний, мы, по сути, уже предупреждаем аритмию. Лечим заболевание – лечим аритмию. Не надо забывать, что мерцательная аритмия – это как раз-таки то нарушение ритма, которое возникает в предсердиях. Это каждый четвертый инсульт у населения и у молодого населения нашей страны. Еще одна очень важная вещь. Мы практически не говорили о лечении аритмии медикаментозным. Четыре года назад международный метаонарий 16 самых главных исследований по всему земному шару не выявил ни одного лекарства с антиаритмической направленностью, которая увеличивает продолжительность жизни. О чем это говорит? О том, что лечить аритмию эффективно – это очень сложно. Нужно не искать препарат от аритмии, а менять весь уклад жизни и учить своим образом своих детей, внуков о том, как правильно себя вести. И, конечно же, правильное питание – там, где нужно хирургическое лечение. То есть без врача здесь не обойтись. Но каждый пациент должен понимать, что у него есть своя зона ответственности, что он сам может заболеть аритмией, потому что у него неправильный образ жизни, есть факторы риска, которые и приводят в итоге к заболеванию. Спасибо большое. Спасибо. Наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня о нарушениях сердечного ритма мы говорили с заведующим кафедрой внутренних болезней номер 3 Гомельского государственного медицинского университета, доктором медицинских наук профессором Дмитрием Павловичем Соливончиком, а помогали двое студентов Гомельского медицинского университета Валерия Змушко и Ренат Беридзе. До новых встреч. Уход за собой должен начаться с сердца. Иначе в противном случае никакая косметика уже не поможет, говорила Коко Шанель. Конечно, она имела в виду прежде всего отношение к себе и к окружающему миру, гармонию. Но любой врач под этими строчками подпишется и добавит «Берегите сердце. Это залог здоровья и долголетия. Будьте здоровы, не болейте и до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова